Я думаю, что каждый из нас испытывал такие ситуации, когда вроде казалось все хорошо, все нормально, ты планируешь, занимаешься чем-то, и потом резко что-то начинается идти не так, как ты планировал. Особенно это, знаете, ситуации такие происходят часто, когда ты занимаешься работой, служением, общением, когда маленькие дети. И знаете, я сам нередко был в ситуации таких, и также встречался с людьми, которые пребывают в состоянии таком. Разговаривая с людьми, я, естественно, как-то получается, Бог больше и больше приводит у меня таких людей, я с ними общаюсь, молюсь, и я больше и больше понимаю, насколько все-таки Бог великий, насколько Бог может менять состояние людей. Я недавно встречался с одним человеком, они из нашей церкви, просто позвонили ко мне, я приехал на встречу, разговариваю, и он говорит, слушай, вообще не знаю, для чего я живу, как мне нужно поступить. На работе все сыпется с рук, вроде стараюсь работать, но постоянно то одна, то вторая проблема. Мне кажется, и с женой отношения не очень, и вообще друзей у меня нет, и в церковь сейчас перестаю ходить. И я начинаю с ним разговаривать, потом в общении больше и больше показываю, потому что посмотри, на самом деле Бог тебя окружает своей любовью. Посмотри, что тебе Бог сделал, ты понимаешь, что есть Бог, он говорит, да, ты веришь, что есть Бог, он говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, что Бог тебя никогда не оставит, да. Ты понимаешь, что Бог, который сотворил этот мир, сотворил эту землю, сейчас здесь находится рядом с тобой, и Он тебя любит. И 2000 лет назад пришел Христос ради тебя. И знаете, мы с ним вместе помолились, и он говорит, слушай, Тима, спасибо. Я отъезжаю, он говорит, спасибо, позвоню мне по телефону, текстану, послал мне на телефоне еще смс-ки. Спасибо, слушай, на самом деле, что-то со мной и так, что-то закрылось передо мной глаза. И вот я, знаете, встречаюсь с такими людьми и довольно-таки часто встречаюсь. Они вроде находятся в нормальном состоянии, как бы материальном нормальном, но им кажется, что у них все сыпется из рук. И вот сегодня я хотел бы поговорить об одной истории, которая записана в Ветхом Завете, 4 книга Царств, 5 глава. Я думаю, многие знают, и все знают эту историю, которая произошла с Нейманом, и он был военачальником царя Сирийского. И мы помним, в самом первом стихе мы читаем, что это был человек великий, у господина своего уважаемый, потому что Господь через него давал победу сирианам, и человек был отличный воин, но прокаженный. С самого начала описывают эта книга о человеке, который был значимый, который имел большой вес, который был успешный, которого Бог благословил. Интересно, что Бог давал победу. И вроде все казалось у этого человека все хорошо, но в конце мы читаем, но прокаженный. Этот человек, естественно, старался найти себе излечение, но у него ничего не получалось. И дальше я просто немножко напомню историю, потом мы вместе рассмотрим более подробно, что здесь написано, и как оно, как прообраз для нас, где мы можем найти нашу силу, как Господь нас видит, что мы можем сделать для Бога, и как мы можем увидеть Бога в этой истории. И в этой истории мы видим дальше, что сириане взяли одну девочку в плен, и она стала прислужницей у этого господина, у жены господина. Она кто-то заботилась, убирала, готовила, какие-то у нее были сложились отношения. И вот однажды она говорит, слушай, почему господин, почему этот военачальник сильный, знаменитый не пойдет в Израиль, и там он дает себе исцеление. Пойдет к пророку, и тот помолится, и человек будет исцелен. И, естественно, человек, который цепляется за каждую соломинку, который пытается найти какой-то вариант для того, чтобы избавиться от этой болезни, которая мучает его, которая дает на него, которая не приносит ему счастья, я думаю, что он уже готов бы пойти к врагам, пойти к врагам своим для того, чтобы попросить, чтобы за него помолились, чтобы произошло чудо исцеления. Он приходит к своему царю, царь ему пишет письмо, он берет с собой деньги, берет с собой одежду, берет то, что можно было привлечь, то, что можно было подарить, и как-то возоблагодарить человека, или, может быть, купить себе исцеление. И когда он приходит к царю Израилева, царь говорит, ну я не могу это сделать. И мало того, он думает, что это как-то пытается с ним построить отношения, или поссорить отношения. И он раздирает на себе одежды, он начинает плакать, он говорит, я разве Бог? Я не могу это сделать, я же не Бог, только Бог может исцелить. И когда он плачет, Елисей, который находился в то время и был пророком в израильском народе, он обращается и говорит, слушай, позови этого военачальника ко мне, я помогу к нему, я ему помогу. И военачальник садится, едет со своей богатой свитой, со своими людьми, которые окружают его, с подарками, подходит к дому Елисея, но тишина, этот человек сам не выходит, а выходит его слуга. И я думаю, конечно, этого начальника задело, только что он разговаривал с царем, а теперь просто выходит слуга и говорит, слушай, пойди, окуни всем раз в Иордании, и тебе будет исцеление. И мы помним ситуацию, да, что там было написано, этот человек возмутился, он говорит, неужели реки, которые находятся в нашем народе, неужели не хуже, хуже Иордана? И он в Неве собирается, уезжает, но вокруг него были слуги, которые на самом деле, этот человек был уважаемый, они любили его, уважали его, и они говорят, слушай, ну сделай это, но тебе же не сложно, ты же ничем не обязан, пойди сделай то, что тебе говорит пророк Божий. Пойди, омойся, Бог чист. Он идет, окунается, я знаете, мы ездили когда в Израиль, я думаю, многие приходили, я смотрел, что много-много людей по 7 раз окуналось в Иордан, думали, ну хоть какое-то, все вспоминают эту историю, да, думаю, сейчас окунуться, и Господь дает исцеление. И вот, потому что, на самом деле, эта история прошла через тысячи лет. И когда это происходит, что происходит? Когда на самом деле это было по Слову Божьему, когда Бог сказал через порока, пойди сделай это, происходит чудо. Происходит чудо, и человек когда выходит, и там написано, что у него тело было, как малого ребенка, то есть он полностью очистился. Тело было лучше, чем у людей, которые окружали их. И, естественно, он возвращается на колеснице, к Елисею, и говорит, слушай, я узнал, я узнал, что на всей земле нет Бога сильнее, Бога важнее, Бога главнее, вообще нет другого Бога, кроме тебя. И, значит, пытается дать какой-то дар. И этот дар уже была не попытка купить, а этот дар уже на самом деле был дар благодарности для того, что сделал Господь. Дальше мы смотрим, что Елисей не хочет ничего этого брать, потому что он не хотел бы, чтобы это выглядело как покупка. Он говорит, забери, мне ничего не надо. И он говорит, ну, я хотел бы хотя бы взять с собой землю, чтобы прийти и в моем народе поклоняться, поклоняться этому единому Богу. И вы знаете, эту историю мы читаем, и он собирается, Елисей говорит, хорошо, иди с миром. И он уезжает, и там дальше вторая часть истории, где слуга Елисей совершает грех. И вот эта история, которую, опять же, я знаю, что многие из нас знают, многие из нас вникают в нее, многие из нас смотрят в нее, она на самом деле показывает различные ситуации, как работает Бог, и также показывает нам, как Бог делает чрезвычайных своих людей, и также открывает нам характер Бога. Но вначале, может быть, просто хотел немножко более подробнее рассмотреть, что же здесь написано, что мы можем взять для себя, чему мы можем научиться из этих историй, которые остаются нам как прообразы для нашей жизни, для того, чтобы мы понимали пути, как Бог работает. Когда мы смотря уже на то, что было написано здесь спустя несколько тысяч лет, мы смотрим, и на самом деле мы можем посмотреть, как это относится ко мне, как это относится к окружающим меня, как это относится и описывает Бога. И вот, как я говорил в начале, да, мы видим, что в начале перед нами предстает в первом стихе Неймановый начальник, человек, который владел всем, человек, у которого было богатство, человек, у которого было положение, у человека не было здоровья. И вот это нам показывает, что в принципе, какой бы ни знаменательный, или знаменитый, или успешный человек не был, все равно его жизнь находится в руке Бога. Человек не может все купить, человек не может себе купить здоровье, А от человека это не зависит, это зависит от Бога, который может дать, может забрать, может позаботиться. И в принципе нет ни одного человека, который не был бы в зависимости от Бога. И вот это важный момент, который мы должны всегда понимать. Да, кто-то достигает различного положения в обществе, да, кто-то достигает различного положения и уважения от людей, но все равно вся его жизнь по-любому зависит от Бога. Даже там мы читаем дальше, написано, что Господь давал через него победу народа, который восстал против Израиля. То есть Господь давал. Это дает нам понимание, что в нашей жизни все зависит от Бога. Даже в тот момент это были враги народа Божьего, но Господь давал это, потому что народ Израиля не был послушен Богу. Дальше мы считаем, что когда было сражение, вот эта девочка находилась в доме, в доме этого человека. Что же это нам показывает? Что же мы здесь можем научиться? А можем видеть, что через ребенка может говорить Господь. Можно научиться о том, что как важно заниматься с детьми и показывать о том, что делает Бог в жизни окружающего народа. Это можно научиться о том, что очень важно, вот то, что у нас проходят различные программы, встречи в церкви, обучение в скрестной школе, дома. То есть девочка была научена. Она знала то, что происходят чудеса, Господь делает чудеса, Господь силен, сделал чудеса. Она верила в это. И через нее сказал Господь, интересно, эти люди послушали ее. И вот смотрите, несколько метров для себя можем взять. Важно о том, чтобы мы, занимаясь нашими детьми, чтобы наши дети не находились, они знали истину и твердо стояли в истине. И второе, что какой бы ни был маленький человек или, может быть, незначительный человек, все равно Господь через него может говорить. Знаете, к сожалению, получается, в этом мире люди думают, что миром управляют деньги, те, которые не знают Бога, и некоторые даже, которые слышали о Боге. Недавно у меня был разговор, и человек говорит мне, слушай, Тимофей, ты знаешь же, все в мире правят деньги и значимость. Деньги тебе дают власть, деньги дают тебе значимость, деньги дают тебе уважение. Но даже начиная читая эту историю, и слыша различные истории, я думаю, каждый из нас знает тысячи случаев, которые мы знаем, что у человека было все, потом резко стало ничего. И также мы знаем, что не главное в жизни деньги. У этого человека деньги не имели значения, потому что не было здоровья. Для некоторых людей не имели никакие значения, потому что у них дети болеют или дети в проблемах. Но, опять же, возвращаясь к этому моменту, каждый нас должен принять в том, что мы должны научить детей, и мы должны знать, что через нас, через наших детей, честь может говорить Господь. И люди, интересен еще этот момент, вообще в современном обществе сейчас идет борьба именно за детей. Вот сегодня мне звонили с Ванкувера и разговаривали, я говорю, ты знаешь, на данный момент сейчас проходят законы, которые о секс-эдикейшн, то есть аксессуальном образовании. Но мало того, что это мало, чтобы, говорится, детям учить, рано говорить детей учить, то есть это в извращенном понимании. И будут законы приниматься, которые, на самом деле, будут стараться изменить сознание детей в раннем возрасте, чтобы развратить, реально, развратить их ум. И поэтому фильмы, мультфильмы, еще какая-то информация, она конкретно сейчас построена на детей. Множество книжек пишется для того, чтобы повлиять на детей и изменить. Мы, христиане, мы тоже верим, что детей нужно, образовывать, обучать в раннем возрасте. Библия учит, что детей нужно учить в раннем возрасте. Для того, чтобы, когда придут ситуации такие, то, что было, то, что они научились, то, что они услышали, они могли пойти и сказать, ты знаешь, давай обратимся к Богу, давай посмотрим к Богу, ты знаешь, тебе нужно посмотреть на Бога, как вот эта девочка сказала военачальнику. На самом деле, люди, которые ищут, люди, которые чувствуют, что им нужна помощь, они послушаются. И что мы видим? Да, Нейман услышал об этом и пошел к царю. Пошел к царю для того, чтобы заручиться поддержкой. То есть, для него мы видим, это написано, 4-5 стих, 6 в этом месте написано о том, что он пришел и начал, что он начал делать? Окей, рекомендательное письмо со властью, да, чтобы царь написал письмо царю израильскому, чтобы это было при казном такунтоне. Дальше он думает, хорошо, теперь я возьму деньги, позабочившись, возьму хорошее количество денег, затем я возьму одежду. То есть, он думал, что все-все-все, что взять, приготовить, для того, чтобы пойти и купить у пророка вот этот, ну, первое, чтобы приказать пророку, а второе, чтобы купить у пророка то, что он нуждался так, это здоровье. Но с самого начала мы видим, что это невозможно. Есть вещи, которые человек не может сделать. С одной стороны, люди пытаются сказать, что деньги могут делать все, а с другой стороны, и чем больше люди, и чем старше становятся, я думаю, каждый из нас знает, что деньги не являются ответом и решением на все вопросы. Есть люди, которые умирают, умирают, как мы уже говорили, у них множество денег. Есть люди, которые переживают какие-то депрессии, переживают какие-то страдания, какие-то боли, и абсолютно имеет значение, сколько у них денег. И они не могут, они готовы положить все свои деньги. И дальше мы считаем, даже, знаете, в этом месте написано. И помните, когда мы с Христом встречаемся, Христос когда шел, в Новом Завете мы читаем, да, одна женщина говорит, у нее была болезнь, и она пыталась от нее освободиться, все деньги потратила, все потратила, но не могла идти исцеления себе. Христос прикоснулась и получила исцеление. И вот этот важный момент мы тоже должны понять и отметить, что деньги, финансы, значимость, власть не являются самым главным в этом мире. И дальше мы еще рассмотрим, что, и мы, я думаю, каждый из нас знает, что самое главное в мире это имеет отношение с Богом, что, в принципе, то, что мы находимся сейчас на этой земле, 70, 80, 100 лет проживает, да, но, опять же, это только здесь, на короткий срок здесь, на земле. Знаете, я иногда даже думаю о том, что это своего рода происходят, можно сказать, роды. Получается, когда мы говорим, ребенок находится в животе у матери, проходит 9 месяцев, рождается ребенок, он видит новую жизнь. Так и мы на земле. Смотрите, мы проживаем на земле, но мы понимаем, что, в принципе, жизнь не здесь, на земле, а жизнь потом, на небесах. То, что Господь приготовил, Он приготовил для нас встречу там, на небесах, там Он приготовил нам наследство, там Он приготовил нам прекрасную землю, там Он приготовил нам прекрасное место, где мы будем наполнены полной любовью Божией. Но вернемся опять сейчас к этой ситуации, что мы читаем. Он приходит к царю, царю израильскому, царю, который не следовал за Богу, не подчинялся Богу. И этот царь, когда увидел такую сложную ситуацию, когда он увидел, и он испугался, он думает, что к нему пришли, для того, чтобы начать войну. И он говорит, да невозможно это сделать. И знаете, царь, несмотря на то, что он не следовал Богу, не следовал указаниям, сел он раздирать на себе одежды и говорит, разве я Бог? Я это сделать не могу. Этого сделать человек не может. И знаете, я думаю, все народ, все слуги бегали. Ну что же сделать? Что же делать? Есть какая-то мазь или еще что-то. Что же сделать? Но ничего не могли не сделать. Царь, окружение его, были в состоянии шока. Были в состоянии шока, потому что они ничего не могли избавиться от этой ситуации. Они переживали. И смотрите, но что здесь произошло, почему не совсем понятно для меня. Царь же знал, что есть пороки Елисей. Почему он не подсказал, хорошо, пойдем к нашей надежде, мы же народ Божий, мы же знаем какие-то восхождения пред Богом. То есть, что было с нашим народом. То, что Господь избавлял народ, то, что Господь делал чудеса. И вот смотрите, что происходит. Царь с одной стороны говорит, это только Бог может исправить, а с другой стороны, Он не бежит за пороком Божьим. Это, к сожалению, происходит так, что люди слышали, что где-то есть Бог, знают, что где-то есть Бог, но у них когда нет отношений с Богом, когда они не привыкли слушать голос Его, их первые мысли больше обращаются в состояние плача, горести, депрессии, а не к Богу. Но совершенно дальше мы видим другую ситуацию. И что когда Елисей услышал, что царь разодрал одежду и сказал, слушай, пусть Он придет ко мне и узнает, что есть порок в Израиле. Знаете, такой момент мы должны всегда помнить. И это на самом деле чудо. Когда Дух Святой сошел в Иерусалиме, и христиане рассеялись, и то Господь почему-то сделал так, что во всех народностях, во всех народностях находятся люди, которые знают Бога. Вот эта девочка упала в тот народ, да, сказала царю, царь пришел, и произошла история, которую мы все помним на многие века, на многие тысячи лет. И вот Елисей призывает и говорит, пускай он знает, что есть порок в Израиле, пускай он знает, что есть Бог в Израиле, пускай он поговорит с тем, который знает этого Бога. И знаете, так легко собирается этот Нейман, едет туда, приходит и слышит новость, которую, казалось бы, для него не имеет значения. Почему не так сказали? Пойди, амойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Знаете, казалось бы, что легче, да? Пойди, соверши это действие, послушай, что тебе говорят, ты готов был отдать богатство свое, ты готов был отдать письмо это, ты готов был прийти перед царем, ты готов был поклониться там, ну пойди, сделай это действие. Знаете, с одной стороны, если так подумать, Бог все сделал для нас. Вот реально, если посмотреть, что нам нужно сделать? Поверить Христа, прийти к Нему, рассказать Его в грехах, признать Своим Господином, и Бог будет менять твою жизнь. Бог призовет тебя. То есть Бог для тебя уже все сделал. Пойди, прими Его. Смотрите, в этой ситуации тоже, если посмотреть, что мы можем увидеть? Что Бог сделает чудо, пойди просто окунись семь раз. Что может быть проще? Но, к сожалению, люди уже часто рисуют себе картинки, как это должно быть, как я ожидаю это. И они ожидают, что это нужно будет сложно, это нужно купить, это нужно заработать. Жизнь вечная, думают, надо купить, заработать, какими-то делами, поступками. Но опять же, если все исходит от Бога, спасение от Бога, дела от Бога, Дух Святой от Бога, учение от Бога, наставление от Бога, по большому счету, нужно прийти к Богу, прославить Его, и Бог через нас будет действовать. Бог в нас совершит, благодаря тому, что Его Сын пришел на эту землю, благодаря тому, что Дух Святой находится здесь с нами, Бог уже совершил в нашей жизни изменения. И так, мы приняли Его. И здесь, кто находится, мы приняли Христа не по нашим заслугам, не по нашим делам, а потому, что Бог возлюбил каждого из нас, потому, что Бог выбрал каждого из нас, потому, что Бог любит каждого из нас, потому, что в глазах Бога мы являемся Его детьми. И вот дальше мы считаем, да, что, когда я сказал ему слуга Елисея, то разнился Нейман и сказал, вот я ожидал, что он призовет, выйдет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимется проказа, я буду силен. Вот он уже нарисовал картину, как все должно произойти. Мало того, что Елисея не выходит, посылает слугу, он не совершает те действия, которые Нейман ожидал. и дальше этот Нейман рассказывает, посмотрит, разве река Авана и Фарфа не лучше? Не лучше тех, кто находится, то, что находится там. Я мог бы пойти в них искупаться, очиститься, но и он раздневался и уезжает. Смотрите, опять же, о чем это говорит о человеке? Человек по-прежнему считает, что он может держать всю свою жизнь в своих руках. В одной стороне приходит с прошением, а с другой стороны он считает, что должно быть так, как он считает нужным. Что всю жизнь он должен просить, как он считает нужным. Что он может сам взять в конце концов, да, сам взять исцеление в свои руки. Да, ему сказали где-то сделать, но теперь он думает, но все равно я знаю, как это должно быть. И мы дальше читаем ситуацию в 13 стихе, что подошли рыбы к нему и говорили, слушай, ну пойди, если Бог попросил тебя сделать что-то важное, важное задание тебе дал, ты пошел бы и сделал бы это, потому что думал, да, вот это совершить нужно, и нужно сделать. Пойди, омойся. И знаете, интересно, что сейчас на самом деле людям тяжело понять или принять некоторым людям, что все для них сделал Господь. Они привыкли за все платить, они привыкли за все принимать сами решения, они привыкли, что все должно быть очень сложным, очень тяжелым. И вот, когда мы посмотрим на то, что сделал для нас Христос, для того, что сделал наш Господь, на самом деле это сделал он для нас легким. Оно было тяжело для Христа, потому что когда он пришел на землю, когда они не издевались, когда его прибили ко Христу, когда все грехи всего мира пришли на Христа, да, ему было в тот момент тяжело. Но это чудо произошло, потому что Бог хотел нам облегчить жизнь. Бог хотел нам, нас, христиан, призвать, позаботиться и сказать, поверь в меня, прими в меня. Как он сказал, помните, этому преступнику, который висел около него, предстоит он обратился, и Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. То есть он ничего не мог сделать. Так каждый из нас, мы ничего не могли сделать. Мы ничего не могли добавить к тому, что сделал для нас Христос. Пойди окунись, пойди поверь в то, что Бог говорит, и произойдет чудо. Мы приняли Христа и произошло чудо нашей жизни. Дальше мы читаем, что приходит Неман, окунается семь раз, и на самом деле происходит чудо. Чудо, которое стало свидетельством для миллионов людей. Эта история у нас записана, мы читаем множество раз, и всегда поражаемся, что сделал Господь, как это Господь сделал. Опять же, как я говорил, мы уездили в Иордан, люди приходили в Иордан, погружались, но не исцелялись, потому что где-то вода еще там тысячи лет. Но что было сильное в этих словах? Не земля, не река, а то, что Господь произнес это слово. Вот когда Господь произносит слово, вот этому слову, которое приходит с неба, мы можем доверять. И об этом всегда нужно помнить, что когда Господь говорит свое слово, когда Господь обещает что-то, и когда люди следуют этому слову, тогда они видят руку Божьей в их жизни. Знаете, что еще в этой истории удивительно, что произошло? Что Ейман был язычник, Ейман не был тот, кто поклоняется живому Богу, но Ейман был тот, кто послушал Бога, и произошло чудо. Знаете, вообще Писание, книга Библии настолько удивительная, что люди, которые идут за Христом, когда они изучают ее, Христос Духом Святым много открывает в Писании, много открывает в Библии, Дух Святой разговаривает с верующими людьми. Но что еще удивительно, что если люди слушают и исполняют то, что написано в Писании, даже если люди не знают Бога, а принимают то, что решают исполнять, что здесь написано, то в их жизни будут проходить чудеса. Ихняя жизнь будет меняться. Но, естественно, ихняя жизнь поменяется, как изменилась жизнь каждого из нас для тех, кто приняли Бога. Посмотрите, приняли Бога, и когда это произошло в жизни Еймана, когда это он увидел, что его тело, то, о чем он переживал, то, о чем он заботился, стало лучше, чем окружающих его людей. Вот в нашей жизни, когда мы принимаем Бога, и вот я уже говорю, как я своим детям объясняю, я говорю, посмотрите, мама и папа, мы снаружи являемся так же самые, как простые люди. И те люди, которые приходят в церковь, они тоже снаружи, это люди, а мы стареем, меняемся, бывает, болеем. Но внутри, внутри нас произошло изменение. Мы становимся детьми Божьими. Бог рождает нас и меняет. Да, мое тело родилось от мамы и папы. Да, моя душа, мой дух родился от Бога. И вот когда мы разговариваем с детьми, и я говорю, всегда говорю, молитесь Богу, молитесь Богу, Бог слышит вас, Бог разговаривает с вами, обращайтесь к Богу. И опять же смотрим на эту ситуацию. И вот смотрите, Неман получил исцеление, и естественно, он хочет как-то отблагодарить. Но как он пытается отблагодарить? Чем он хочет отблагодарить? Естественно, тем, что было главное в жизни людей того времени. Вот что у него было, что он вез, он хотел привезти пророку, хотел дать эту дарь. Но Неман не захотел его принять. Он написал, что жил Господь, перед лицом Которым стоил непрямую. И тот уговаривал, возьми, возьми, возьми это богатство, возьми. Я просто хочу спасибо сказать. Но, знаете, если посмотрите, в них написано, смотрите, что происходило. Если бы Неман взял бы это, то есть Елисей взял бы это, что бы произошло? Он, во-первых, в глазах Немана, Елисей бы сделал чудо. То есть, если Елисей принимает, не Господь сделал чудо, а Елисей. Помните, когда народ в Израильске, вообще тоже была проблема, когда они змею начали поклоняться. То есть, не желание было Бога, чтобы змею поклонялись, желание, чтобы они о Боге вспоминали и исполняли то, что Бог им сказал. Но, получается, израильтяне начинали змею поклоняться. Вот если бы Елисей в этот момент взял бы эти деньги, которые принес бы к нему Неман, что бы показало это Неману? О том, что да, возможно, этот человек сделал для того, чтобы заработать эти деньги. Да, мы можем принести подаяние человеку, а не Богу. Но когда Елисей отказался, для Немана это было свидетельство, что не в Елисеи победа, а в Боге. И смотрите, он прославляет Бога. Он прославляет Бога, и написано, что он хочет поклоняться ему в земле своей. Да, там была проблема о том, что это проблема людей, которые приходят к Богу, но не находятся, не находятся в учении, не погружаются в учении Христовым. Да, что там произошло? Произошло, что он говорит, я буду поклоняться Богу, я возьму землю, и написано, что я рассыплю в доме ремонта для поклонения там. Получается, и когда я там буду находиться, я буду поклоняться вроде на земле, на земле святой. И знаете, я думаю, что если бы был момент, который Елисей бы объяснил бы, научил бы, Нейман бы присутствовал там, и дал ему понимание, что смотри, если ты принимаешь Бога, живого Бога, всемогущего Бога, ты не должен идти в это капище, ты не должен совершать это приношение. Но, опять же, это произошло, он его отпускает, и он уезжает. Знаете, я читаю это местописание, я еще раз увидел, что когда человек приходит к Богу, Бог может позаботиться о нем. Еще раз увидел, что Господь говорит через окружающих людей. Я еще раз увидел, что Господь совершает чудеса для того, чтобы люди пришли к Нему. Еще раз увидел, что Бог всемогущий. Я еще раз узнал, что слово Господне, оно сильно. Если Господь сказал, то это слово исполнится. Вы знаете, всякий раз, когда читаешь Писание, всякий раз, когда смотришь, что делал Господь в израильском народе, что Бог делал в жизни людей, на самом деле, ты просто понимаешь, насколько чудесный, прекрасный наш Господь. Ты понимаешь о том, что Он любит тебя. Ты понимаешь о том, что Он любит людей, окружающих вокруг тебя. Ты понимаешь о том, что твои слова, твое свидетельство, когда ты делаешь это не во славу имени твоего, а во славу Господа, то Господь будет прославляться в этом деле. Знаете, дальше мы читали историю, я думаю, смотрели, что слуга пришел, остановил Неймана и говорит, слушай, дай мне там денег, повезти до пророка, нам нужно ему помочь. Елисей сказал, приди, возьми эти деньги, и он был за это наказан. Он был наказан, что он взял деньги, что он обманул Елисея, там была целая такая ситуация, то есть, получается, человек хотел хоть что-то пойметь от этого чуда. Знаете, вот когда мы пришли к Богу, мы получили от Бога спасение. Когда мы пришли ко Христу, мы приняли любовь Христа. Когда мы пришли ко Христу, мы поняли, что можем доверять Ему свою жизнь. И вот знаете, мы должны теперь, то, что мы приняли от Бога, то, что мы приняли даром, то, что мы приняли от Бога полноценно, то, что мы приняли от Бога благодаря Его любви, мы должны подарить другим людям. И отдать на это наше время, отдать на это наши финансы, отдать на это нашу жизнь, для того, чтобы имя Божье прославлялось. Как я уже говорил, да? Наша жизнь на земле коротка, и каждый об этом знает. Как каждый из нас понимает, наша жизнь на земле зависит от Бога, к которому мы хотим прийти. И вот смотрите, находясь на этой земле, зная то, что у нас будет время перехода, зная, что мы пойдем к Богу, как мы будем жить на этой земле, что мы будем стараться приобрести, куда мы готовы будем вложить свою жизнь. Знаете, для меня было такое откровение, я уже говорил здесь, мы находимся здесь еще на земле, мы еще живем здесь на земле, потому что у Господа есть план для нашей жизни. То, что мы просто так находимся, не где-то есть старшего возраста, люди, которые живут здесь на земле и думают, окей, скоро будет, может, время перехода, но опять же, пока мы находимся здесь, пока находится здесь каждый человек, наша жизнь в руках Бога, и Бог сохраняет нашу жизнь, потому что Он хочет, чтобы в нашей жизни что-то сделали, что-то изменили. Для чего-то Он нас сохраняет здесь. Просто я призывал бы каждому из нас говорить об этом Богу, об нашем Боге, окружающим людям, слушать голос Бога в нашей жизни, исполнять, чтобы он получил нам, и показать этого великого Бога любви окружающим людям. Аминь. Помолимся. Господь, слава тому, что ты наш Бог, и слава тому, что ты нашел нас. Слава тому, что ты спас нас, Господи. Слава тому, что ты изменил нашу жизнь. Слава тебе, Господи, за то, что ты оставляешь Слово свое для нас в Писании. Слава тому, что Дух Святой учит каждого из нас, наставляет и ведет, Господи, на этой земле. Я прошу Тебя, Господи, помоги, приняв Тебя, нашу жизнь, принять Слово Твое и нести Слово окружающим людям, чтобы мы могли показать на них выход, Господь. Чтобы мы могли показать им, где они могут найти очищение, освобождение и найти, Господи, вечную жизнь с Тобой, прекрасную жизнь с Тобой, Господи. И Ты сделал нас новым творением, Ты на новом возможности творить добрые дела. Я прошу Тебя, Господи, сделать так, чтобы наша жизнь во всех ее правлениях, в словах, в поступках, Господь, во всем прославляла Тебя. Я прошу Тебя, благослови церковь свою здесь, чтобы мы могли прославлять Тебя, Господи, и показать людям путь Тебе. Чтобы мы, как эта маленькая девочка, говорили людям, Господи, чтобы мы говорили людям, придите к Богу, получите от него очищение. Я прошу Тебя, прославься в нашей церкви и через нашу церковь. Аллилуйя, Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...